Продолжаем читать книгу Эмина Мемедли «Карабахская сага». Как же сказывался характер императора на его решениях? Сконцентрируем свое внимание на политике России в Закавказе, особенно после назначения князя Цицианова главнокомандующим российским войском в Грузии. Оценим, насколько реальная внешняя политика Александра I отвечала от его обещаний при подшествии на престол. Инструкции русским министрам при иностранных дворах высказаны были основания политики императора Александра. Император отказывается от всяких завоевательных замыслов и увеличения своего государства. «Если я подниму оружие, — говорит он, — то это единственное для обороны от нападения, для защиты моих народов или жертв честолюбия, опасного для спокойствия Европы». Я никогда не приму участие во внутренних раздорах, которые будут волновать другие государства. И каковы бы ни были правительственные формы, принятые народами по обещанию и общему желанию, они не нарушат мира между этими народами и моей империей, если только они будут относиться к ней с одинаковым уважением. При восшествии своем на престол я нашел себя связанным политическими обстоятельствами, из которых многие были в явном противоречии с государственными интересами, а некоторые не способствовали географическому положению и взаимному удобству договаривающимся сторон. «Желая, однако, дать слишком редкий пример уважения к публичным обещаниям, я наложил на себя слишком тяжелую обязанность — исполнить по возможности эти обстоятельства». Подобная миролюбивая сентенция находилась в явном противоречии с политикой Екатерины Второй, и спустя некоторое время Александр Первый начал пытаться оправдать бабушкиной надежды. Можно иронизировать по этому поводу, но он меняет Кноринга и Цицианова, и это назначение сразу же перечеркивает смысл и дух вышеприведенного документа. Цицианов де-факто должен был реализовать то, что не дали сделать графу Зубову. Это впечатление особенно усиливается потому, что во время персидского похода Валериана Александровича, князь Цицианов, был назначен им военным комендантом Баку. Естественно, совершенно не случайно стал главнокомандующим Грузии. Цицианов привлек Зубова в качестве консультанта. При этом Закавказский театр военных компаний формально против Персии становился учебным полигоном для российских войск, которые приходили в военно-полевую подготовку перед началом целой серии коалиционных войн на Европейском театре против Наполеона. Другими словами, Россия начала неприкрытую аннексию в южном направлении. Решение упрощалось в связи с тем, что после смерти Ираклия II не было прочных союзных договоренностей между ханствами, и все они не испытывали горячего желания быть вассалом и фитхалишаха. С другой стороны, им не хотелось вступать в подданство молодого императора. Такой сеньор им был не нужен. Для эффективного употребления из сундуков архива внешней политики России был вытащен Георгиевский трактат, с помощью которого Россия пыталась представить передущую аннексию легитимной. При Павеле I само упоминание этого договора могло вызвать бурю негодования императора, ненавидевшего мать. Но теперь Александр I мог пользоваться всеми скрытыми возможностями, которые заготовила в виде ловушек его мудрая бабушка. Внимательно перечтем трактат и прокомментируем его. Договор, заключенный российскими и грузинскими уполномочиями в крепости Георгиевский 24 июля 1783 года. Статья 1. Ираклий, царь грузинский, отказываясь от подданства, Персии вступает сам со своим наследником и потомством под высокое покровительство российской императрицы Екатерины II, ее наследников и потомков. Тя II императрица Всероссийская, принимая под свое покровительство царя грузинского, понимает на себя обеспечить ему обладание не только настоящими его владениями, но и теми, которые могут ему достаться при будущих разделах. Статья 3. Грузинский царь соглашается, дабы его наследники исправили и получили свою инвеститору от Всероссийской императрицы и ею наследников и пресекали бы на верноподданство Всероссийским императорам. Статья 4. Грузинский царь обязывается не иметь никаких сношений с какой-либо из соседственных держав без предварительного испрошения на сие согласия российского генерала, командующего войсками в Закавказском крае или российского резидента или в Грузинском дворе. Статья 5. Посланник, которого грузинский царь имеет отправить к двору императрицы, будет воспользоваться прионным правами, принадлежащими его званию. Статья 6. Ее Величество императрица Всероссийская обещает императорским словом на себя и за своих потомков. Первое. Что она будет признавать неприятеля Грузии своими неприятелями и вследствие того Грузия всегда будет включаема в мирные трактаты, заключаемые Россией и атаманской портовой другими государствами. Второе. Что она будет поддерживать на грузинском троне царя Ираклия, его наследников и потомства. Третье. Что царь грузинский будет иметь невозбранно полное управление своими областями и право в наложении податей. Статья 7. Ее Величество императрица Всероссийская изъявляет высочайшее соизволение на то, дабы первенствующий архиепископ Грузинский был членом Святойшего Синода старшинством после архиепископа Тобольского. Статья 9. Грузинское дворянство будет пользоваться во всем пространстве Российской империи одинаковыми правами с дворянами русскими. Статья 10. Грузины могут свободно водворяться в России и возвращаться в свое Отечество. Грузинские плены, возвращенные через договоры или силы оружия, должны вознаграждать издержки, употребленные на их выкуп и расходы. Грузинский царь обязывается поступать таковым же образом в отношении к русским подданным, могущим по каковому либо случаю находиться в плену у соседствующих держав. Статья 10. Грузинское купечество будет пользоваться совершенно свободно въезжать и выезжать из России, имея одинаковые права с российским купечеством. Грузинский царь со своей стороны обязывается войти в сношение с русским начальством и на Кавказской линии, дабы облегчить для русских подданных способы производства в его владениях. Статья 2 на 10. Настоящий трактат заключается навсегда. Статья 3 на 10. Статьи его трактата будут ратификованы в течение 6 месяцев или ранее, если возможно. Подписан со стороны России Павел Потемкин, со стороны Грузии князь Иван Багратион, князь Гарсиван Чавчавадзе. Выше приведенный договор содержит 13 сетей, из которых констатирует тот факт, что Восточная Грузия меняет своего сузерна. Взамен этого Россия по второй статье обещает присоединить к ней все соседние территории, на которые она будет претендовать в дальнейшем. Именно этой статьей решил воспользоваться князь Цицианов, когда некоторые из на таки древней истории предложили восстановить древнюю Грузию, сделав государство времен царицы Тамары от моря до моря. Здесь же предложил внимательному читателю помнить, что Россия при фактической аннексии в 18-19 веках территория в Закавказье вела исключительно два типа войн. Оборонительная или в виде с помощью слования владителей соседнего государства. Наконец отметим, что в договоре прописаны условия или для легализации грузинских дворян в российской сословной иерархии, а также принципы свободной, то есть беспошленной торговли для грузинских купцов. Это привело к тому, что российским князьям однометно стали называться не только представители древних наследственных владельцев родов этнических грузин, но и худородные титулярные князья из этнических армян, которые получали свои титулы за служебное рвение или за взятку. В дальнейшем мы опишем некоторые случаи, с которыми приходилось сталкиваться главнокомандующим в Грузии. Про грузинское купечество и говорить нечего, оно было этнически однородным армянским, о чем было широко известно. Таким образом Георгиевский договор являлся тем документом, который превратил Грузию в калитку с двухсторонним движением. Россия на законном основании могла вводить в Грузию войска. Из Грузии в Россию могли переселяться новоявленные князья и переводиться немалые барыши от торговых операций. В течение времени, как мы увидим, князья Мимикриево вали в представителей древних царственных родов некоторого мифологического государства. Но это была уже другая история. Приступая к описанию деяний князя Цицыанова и всех наступных в настоящее время документальных элементов его освободительных походов, обращаем внимание читателей на следующее. Безусловно, вертикаль верховной власти России начала 19 века была выстроена таким образом, чтобы высочайшие рескрипты доставляли к Закавказье примерно через дизелю после ее подписания, то есть со скоростью передвижения конных фельдгейдерей. Соответственно, все поддайнейшие рапорты доставляли сюзерны с той же скоростью, при этом содержание переписки было доступно очень узкому кругу людей из числа чиновников, имевших касательно к рассматриваемому вопросу, то есть существовал институт государственной тайны. Но как любит повторять Родзинский, в России все секрет, но ничего не тайна. Наряду с этим начало 19 века было знаменательно тем, что в появившихся в издательском деле журналах стали публиковаться документальные материалы. Самое удивительное заключалось в том, что в них описывались реальные события, которые через много лет были подтверждены в документах актов, собранных Кавказским археографическим комиссией. То есть информация в журналах была достоверной, возможно выборочной, но достоверной. Работал принцип «Говорите правду и только правду», но не к всему. Из всего множества публикаций 19 века выделим две, которые вышли на свет при жизни Александра I. Первая статья основана на дневниковых записях князя Цицианова. Она была опубликована после его смерти в московском журнале «Аврора». Журнал «Аврора» начал издаваться в 1805 году. И печатался в московской типографии христиана Шильдбаха. Современному читателю, безусловно, интересно будет прочесть типичное объявление того времени, из которого следовало. Первый номер журнала «Аврора» раздаваться будет господам, прописавшимся с его 1805 года, октября 2 дня, в понедельник, в типографии Шильдбаха, состоящей близ каменного моста в доме Якова Степановича Ясипова. Из выявленного нами номера журнала мы приводим в настоящем доме два отрывка. Первый представляет собой самую раннюю публикацию по поводу штурма Гянджи. Приведем ее полностью без изъятий. Поход князя Павла Дмитриевича Цицианов в Карабахскую область. Из дневных записок покойного князя. Гянджа – первый укрепленный город, держащий в страхе весь Адревиджан. Ключ ко всему персидскому государству – крепость, защищаемая по азиатскому обычаю, высокой каменной стеной, завоевание которой персианам казалось невозможностью. Гянджа была взята приступом 3 января 1804 года, в полтора часа времени и с маловажным уроном со стороны нашей. Известие о взятии всей крепости тем более нанесло персианам страху, что Гянджа вскоре времени украшена была именем императрицы Елизаветы Алексеевны, переименованной Елизатополем. Сие переименования ясно доказывало перси, что край сей навсегда останется под российской державой. Сверх того, в виде ежедневной успехи россиян, успехи необычайные, которые угрожали потрясти все персидское государство. Персиане имели единственную цель – возвратить себе столь важную крепость. Вашеприведенное упоминание штурма Гянджи в московском журнале появилось сразу же после кончины князя Цитанова. Продолжение следует.